Женька! Иди, тебя мама ищет! Бегу! Волька, я сейчас! Вот теперь я знаю, что подарит тебе Волька! Какой еще подарок? Смотри, Волька! Вот! Ух ты! Вот это да! Это прекраснейший из дворцов ходишь по гору Айна Рашина! А что в нем сейчас помещается? Пока ничего! Он твой, о Волька! Твой? Пусть никто не увидит на дворца ни нас! И пусть они ничего об этом не помнят! Ясно, ясно по привередению! Смотри, о Волька! Дворец этот принадлежит спасителю Джину, непревзойденному знатоку географии и прочих наук, первейшему из нырящиков и пловцов, царственному юному пионеру Вольке и Бналёше. Прославится во веки веков имя его и имя его счастливых родителей! Прямо скажем, маловато самокритики! Но не в этом дело! Надо вывеску сменить! Усилить ее бриллиантами! Надо написать! Этот дворец принадлежит Рано! Какому человеку Рано? Все равно какому! Лучше всего нашему, краснопресненскому! Я не знаю, кто такой Рано! Допускаю, что он достойный человек! Ну, разве Рано освободил меня из тысячелетнего заточения? Нет! Это сделал не Рано, а ты, о прекраснейший изволик! Тебе и только тебе будет принадлежать этот дворец! Ну пойми! Не хочу понимать! Или тебе, или никому! Ну согласись сам! На что мне сдался этот дворец? Что я, клуб, санаторий? Учреждение какое-нибудь? Значит, ты не согласен у кристалл моей души? Не согласен! Их! 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 Ну а это тоже отдать твоему Рано! Он богатейший из участников средних школ! Кто богатейший? Их! 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 и состоясь, и пригрузок, и животных, все это твое! Субтитры подогнал «Симон» 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 А что в этих мешках? Драгоценнейшие из товаров, о, Женя. Перец, корица, имбирь, Валиль. Тогда понятно, что понятно, почему все чихают. Наверное, какой-нибудь мешок специф прохудился. Все мы его нюхаем и чихаем. Пусть прохудившийся мешок снова станет целым. И пусть в нем соберется рассыпавшийся товар. Пряности. Это уже не дворец. Пряности могут принадлежать или клубу, или санаторию. Пряности во всяком хозяйстве нужно. Наконец-то я угадал. Это может сделать тем богатым и счастливым. Но зачем мне столько перца и ваниль? Грамм по сто, пожалуй, я бы взял. И Женька тоже. Но остальное нужно раздать населению. Так не раздать, а продать. У тебя будут деньги. Много денег. А деньги – это слава. Деньги – это сколько угодно друзей. Ну, рассуди сам, Хаттабыч. Кому нужна слава и друзья за деньги? Нет. Уж лучше смерть, чем стать спекулянтом. Ага, конечно, лучше смерть. Женька, дай померить. Ты забыл, что деньги дают самую верную и прочную власть над людьми. А зачем нам власть? Что мы какие-нибудь цари или капиталисты? Значит, отдать этому? Как его? Твой гранул? Нет, рано здесь ни при чем. Какие товары правильнее всего отдать гастроному. Как, Женька? Ага. Раз продамыстленные товары, значит, гастроному или бакалей. Нет. Нет. Слышишь? Нет, нет. И еще раз нет. Ни рано, ни гастроному, никакому другому твоему знакомому я эти богатства не отдам. Так и знай. Что благословенный? А рабов на волю. Ну, это само собой. А животных в зоопарк. Все. Все. Это все твоя Варвара Степанда. Это Олена учила тебя не принимать моих даров. Это ей так не пройдет. Тихо. Сейчас ее, сейчас. Знаешь что, знаешь что, пойдем в цирк. Сделай нам большое одолжение. Пойдем в цирк. Мы так мечтаем попасть в цирк. Ты один нам можешь помочь. Ты такой всемогущий. Цирк это что-нибудь в Родис Анатолий? Это в тысячу раз. Миллион раз интересней. Ну, хота вы. Ну, миленький. А как же все это? Ну, пусть это станет невидимым. Один верблюдик бы нам пригодился. Правильно. Давай поедем в цирк на верблюде. Да. Давай. Данее. 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 Данье. sea. Попрошу поближе к тротуару, граждане. Надо соблюдать. Прошу, прошу. Товарищ мельционер, я больше не буду. Отпустите нас, пожалуйста, ведь в первый же раз. Все говорят в первый раз. Надо соблюдать. Помирия. Помирия ваша? Костыльков. Ничего, ничего, ничего. Сейчас вот ты говоришь с ним так, как должен говорить благородный спаситель Цидов. Как ты теперь еще презренний страж? Как ты смеешь презренний страж содержать меня в драгоценный час моей прогулки? Наконец мы услышали речь, полную мужества и достоинства. Я самый выдающийся отрок этого города. Я самый выдающийся отрок этого города. Ладно, молодой человек, в отделении разберутся, при чем тут окорок. Надо соблюдать. Товарищи, миленькие, вы меня не слушайте. Разве это я говорю? Это вот он меня заставляет говорить. Миленькие, и я заставка покинулсь и вновлечь. Трепещите! Трепещите! Ибо я страшен в гневе, клянусь моей бородой. Ибо я страшен в гневе, клянусь моей бородой, то есть его бородой. Граждане, у ребенка же сильный жар! Ребенок ведь прямо дымится. Я страшен в гневе! Граждане, попрошу разойтись. Что же вы, дымящегося мальчика не видели, что ли? Хатапыч, пусть любит ущерб, а мы окажемся в цирке. И пусть все позабудут об этом происшествии.